привет наконец-то я добралась до посуды сейчас надо всю с ручником просто перемыть три дня не вставала три дня ничего не мыла как бы ее и немного потому что я три дня ничего и не готовила поэтому посуды особо немного но мыть нужно уже что-то присохла вообще-то мое самое нелюбимое занятие мыть посуду вот я готова например готовить целыми днями а мыть посуду убираться тоже не люблю стирает у нас стирательная машинка да я думаю так у всех сегодня проснулась легла в принципе поздно уже в пятом часу утра но проснулась рано 8 где-то 8 9 уже встала не стала даже валяться думаю пойду сварила яйца на завтрак и думаю на нет надо мыть посуду думаю ни в какую вот эти особо ковшечки они такие быстренько раз раз помыл как говорится перемыл тут уж дело то не до посудомоечных машин быстренько быстренько вообще посуда не так много в основном одни ложки я так стараюсь старалась все равно какие либо там одна-две тарелки раз быстренько помыла и все до свидания все равно она копится знаете там что-то положить тарелочку взял на тарелочку кинул все тарелочка грязная уже летит браковина это быстро кончается так моющее средство быстренько больше всего не люблю быть столовые приборы вот ложки вилки это вообще просто тарелки еще так не шло столовые приборы опас тем более я же не мою химозными средствами я мою содой соды раз так чуть-чуть нанесла поширкала поширкала все готово ну девочки ну когда мы с вами будем худеть а ну когда но посмотрите уже 33 подбородком надо худеть надо браться за себя какая бы ситуация не была надо не складывать руки и ну это я сама себя знаете сама себя настраиваю потому что настроить же поддержать некому вот яйца варила осталось одно яйцо захотелось что-то именно знаете какие яйца смятку что вот так прошло мое утро в мытье посуды сейчас быстро или прямую я если честно знаете у меня прям вот настроение нет когда утром приходишь на кухню и грязная посуда и ничего не хочется делать руки прямо пускаются вот у меня вообще еще кружки ненавижу мыть вот эти все стаканы эти у меня даже там что-то зазеленело уже я потом сейчас помою ненавижу мыть особенно знаете такие есть стаканы поганые в которых в которые рука просто не влазит поэтому вот так вот ложки с вилками я раз так чуть содой они же чистые время от времени их кипячу складываю в кастрюльку у меня на балконе стоят надо еще голову идти мыть все надо вообще в ванну идти не ходила еще даже не мыться ничего вот у меня на кухне на балконе стоят старые кастрюльки которые я уже использую там например для того чтобы красить яйца делать какие-то маринады вот мне все пишут у вас такие грязные кастрюли помойте их они чистые я их мою постоянно с содой я их кипячу постоянно с содой просто они уже от времени такие кастрюльки в которых ну конечно ты уже не будешь варить суп понимаете я думаю такие кастрюльки есть у всех просто кто-то выкидывает эти старые кастрюльки а я не выкидываю у меня есть вот несколько штучек наверное там штучки три одна большая одна такая маленькая очень удобная в которой я варю картошку в мундирах в которой я варю морковку и варю свеклу сами знаете варишь свеклу она имеет такое такую черту окрашивать посуду поэтому я никогда не варю в новой зачем мне брать хорошую кастрюлю там за две-три тысячи рублей и и портить ее она со временем превратится в такую же страшную какую вы могли видеть у меня на видео но это не из-за того что у меня нет какой-то кастрюли или эти кастрюли грязные вот не хочу я сказать что я такая чистоплюйка прям нет вот это того что мне не хочется портить кастрюльки какой-то маринад можно сделать и старой кастрюльки яйца покрасить старой кастрюльки овощи в мундирах сварить в старой кастрюльке поэтому вот так вот быстренько вообще мне надо я надеюсь с вашей помощью я когда-нибудь наведу порядок в ящике и чтобы вот убрать отсюда столовые приборы они мне надоели уже здесь валяться хочу чтобы они аккуратненько знаете лежали в ящике там ложечка к вилочкам вилочки к вилочкам ножички все сложить у меня кстати я вам показала уже вчера ножик от джейми оливера супер режет хорошо вот он мой красавец я его помыла он у меня такой мокренький он оказался больше теперь у меня три разных ножа по размеру этих сантоху он оказался намного больше чем остальные понравился мне режет хорошо я уже вчера им резала так что нож хороший теперь я нацелилась у меня знаете чего нету обычного вот самого простого вот такие ножи есть сейчас я вам покажу вот с какие-то зубчиками а самого простого универсального такого ножа кухонного нет теперь мне надо у меня наклеечки количество наклеечек уже есть книжечку правда я последний раз была в ленте знаете в таком затуманенном абсолютно сознании так просто вошла как говорится непонятно что взяла и вышла потому что мне было абсолютно не до покупок не до чего вот как бы ни на что мои глаза не смотрели поэтому она мне дала кассирша вот эти за покупки еще наклеечки а саму книжечку я взять не взяла забыла но у меня уже количество наклеечек есть чтобы выбрать себе еще там есть набор например из двух ножей или какой-нибудь универсальный нож выбрать он тоже примерно стоит такую же цену вроде где-то рублей 600 700 поэтому я обязательно выберу у меня универсального ножа нет но у меня даже представьте пинцет я сто лет назад разделывала рыбу и все еще лежит пинцет который надо помыть если честно хочется купить хороший пинцет такой есть для разделки рыбы но нет пока денег или ну чтобы тратить на что-то лишнее но ничего страшного она уже не в деньгах счастье счастье в том что ты хороший добрый человек я считаю в первую очередь счастье в том что у тебя самое ценное в душе вот не знаю что что вам наговорила потому что еще рано-рано утро я хочу сейчас на обед сварить кашу пшенную очень хочется мне молочную пшенную кашу так все мы с вами перемыли всю посуду у меня осталась одна большая вот такая чашище у меня девчонки признались закончилась кофе все уже осталось совсем чуть-чуть черного кофе опять я буду без кофе либо придется идти в магазин как говорится не хочется таскаться по магазинам лишний раз то одно закончится то другое закончится то третье закончится и как бы впрок понимаете слишком по мне наберешься впрок надо еще что-нибудь готовить хочу также вот сейчас готовить такие простые доступные бюджетные ужины присоединяйтесь на кулинарном канале я думаю что нибудь такое простенькое быстренькое бюджетное это нам надо с вами всем все помыла эту чашку тоже пускай она я ее поставлю все ну вот с вашей помощью помыла посуду потому что ну вообще не хотела ее идти мыть я когда завтрак то готовила завтрак готовила половину тоже посуды помыла а вторую половину ну никак потому что знаете как обычно у меня вторая половина посуда остается это уже остаются кружки ложки вот поэтому я не знаю была такая идея сегодня сходить с утра в магазин на дуручу опять в магазинке думаю не хочу не хочу пока ходить в магазин связи с этими со всеми новостями лишний раз таскаться лишний раз шиндарахаться как бы я уже подсела на то чтобы и хлеб дома печь у меня как бы все есть пока есть дрожжи у меня есть какие-то новые дрожжи надо испробовать не знаю поднимутся не поднимутся так что вот так прошло мое утро в мытье посуды сейчас не знаю ну наверное душ не буду принимать сегодня буду пойду вечером душ принимать все у меня есть такое на кухне классненькая мыльца посмотрите вот такое с кокосиком она импортная 500 миллилитров с кокосиком это это кстати мыло испания производства испания она стикером ой как она ароматно пахнет какое она класть мучая я его знаете где купила кофе она была по распродаже вообще она не дешевая вот так вот руки вообще не сушит я когда посуду мою раз потом так раковину подмыла быстрее и ручки помыла этим мылом у меня правда есть еще другое болгарская очень классная болгарская мыло я брала два сейчас вам тоже покажу свои кухонные дела все благодаря вам помыла всю посуду надо еще все разбирать шкафы разбирать тоже надеюсь все благодаря вам все разберу это мой котейка питерские его уже надо уже надо стирать наверное такой милый котяшечка я уже тоже знаете жду не дождусь когда поеду в питер чтобы погулять и как-то морально отдохнуть мне осталось помыть три чашки сейчас все три чашки у меня уже в них пенициллин вырос так ну и все пускай они помочатся я их потом помолю в общем испанское мыло я вам показал вот такое я еще приобретала болгарская или польская сейчас вам скажу точно изготовитель а польша польша запах обалденный вот это нейтральная такое алое и камамиль камамиля и у меня стоит еще одно такое же зеленое с алое в ванне очень классная тоже мыло я раньше брала знаете какой у меня на кухне стояла фикс прайсовская и закончилась моя любимка моя любимочка вот такая прильчик это именно с органовым маслом девчонки он жидкий он быстро кончается но как он пахнет вот я говорю вам у меня есть 5 литровая вот эта огромная канистра фэри которую я постоянно беру и никогда ни на что не променяю мне хватает на год вот этой моей любимке но я всегда беру новые какие-то там бальзамы когда новинки выходят там фэри принял и всякие разные я уже чего только не перепробовала всякие золушки но вот это вот с органовым маслицем нигде пока не могу найти нигде не вижу вот оставила себе чтобы нюхать такой он классный так он моет посуду вымывает хорошо посуда чистенькая все аж скрипит но вот он ну очень такой жиденький у меня там чуть-чуть осталось я тоже где-то нашла по акции так он мне нравится вот эти секреты бальзама именно с органовым маслом но я пока нашла там буквально капелька спасибо что помыли со мной сегодня с утра в посуду это вместо завтрака возможно сниму вам что-нибудь когда буду готовить обед и еще пообщаемся возможно будет трансляция спасибо